Он сказал ему, поднили. Он, взглянув на него, испугавшись, сказал, что Господи. Он отвечал ему, молитвы твоей и милостынь твою пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призвись именно названным Петром. Он гостит у некоторого сильного поживника, которому дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты, и весь дом твой. Когда Ангел, поговоривший с Гринлием, отошел, то он, призывав до их из своих слуг, и богачестив воины, находившиеся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа уже шел наверх, думал помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел к иступлению, и видит ответ, что и небо, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большую, большую луку, привязанную на четыре глаз, оба славы на зиму. В нем находились всякие четверно-веденные звери, и знакомшие и четверно-веденные звери. Был классный, так же, что это язык не веришь. Петр сказал, нет, Господи, я никогда не обречу вас в верну и нечистива. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Господь учистил то, что ты не почитай нечистива. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр не удумывал и о себе, чтобы знать его видение, которое он видел. Вот мы уже послали на корнили, распросящившись в дом Симона, восстановились в ворот и крикнувшись, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром, Между тем, как Петр размышлял о поведении, Дух сказал, вот три человека ищут тебя, стараться, иди с ними, не занимайся, ибо я послал их. Петр сошел к людям, присланов к нему, отклонили, сказал.